Всем добрый вечер, рад видеть большую аудиторию. Сегодня мы начинаем цикл семинаров Центра губернизации в нынешнем сезоне. У нас семинары проводятся в среднем раз в месяц, и всякий раз на него выступают сотрудники Центра и приглашенные докладчики. И вот как раз сегодня у нас доклад Павла Кусанова, доклад о опубликованном виде припринта Центра. Соответственно, эти припринты можно взять ими вооружиться, и припринты опубликованы на сайте, там публикуются все наши припринты. Можно зайти на страничку Центра на сайте Европейского университета и скачать желающие доклады. Доклад модернизации, шоссе-модернизации либеральной реформы в разных странах. Павел, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я прежде всего хотел бы поблагодарить Владимира Гельмана за то, что мне любезно предоставлена возможность выступить в Европейском университете с докладом модернизации. Я буду говорить в течение сегодняшнего выступления о наиболее ярких персоналиях, которые связаны с этими самыми либеральными реформами, а именно о Маргарет Тэтчер и о Рональде Рейгане. И попытаюсь оценить те события, которые связаны с их реформами, именно в свете идей модернизации. Чаще всего говорится о том, что модернизация это процесс, который следует осуществить странам развивающимся. Именно они стремятся догнать по уровню ВВП, по своим институтам наиболее богатые страны. Но в истории бывают случаи, когда богатая страна, достигнув определенного уровня, откатывается назад в своем развитии. И уже ей приходится думать о том, каким образом догнать и перегнать другие страны, которые в этот период времени ушли далеко вперед. Та же самая Великобритания, которая первой вступила на путь промышленной революции, обеспечила колоссальный рост благосостояния для своих граждан. В период с 1945 по 1979 года столкнулась с серьезным замедлением темпов экономического роста по сравнению с другими странами. Если в целом в Европе уровень благосостояния вырос в пять раз, то в Англии он вырос всего в два раза. Все эти проблемы, о которых я буду говорить, они относятся к вот этой идее о том, что модернизация это отнюдь не какой-то завершенный процесс. Он продолжает быть актуальным и сегодня. Но начать бы сегодняшний доклад мне бы хотелось с одного неприметного события, которое произошло в 1803 году во Франции. Первый консул Бонапарт и известнейший французский экономист Жан-Батист Цей встретились для беседы в одном из парков. Дело в том, что в 1803 году вышел в свет трактация по политической экономии, который вызвал волну очень положительных реакций. Огромное количество экономистов и просто образованных читателей посчитали, что после Смита это наиболее полный систематический трактат по политической экономии. Успешность была огромная. Полные аудитории, приглашение в Шотландию на кафедру, где преподавал сам Адам Смит. Должность, связанная с контролем за финансами во Франции. То есть определенный успех. И вот на волне этого успеха первый консул приглашает на встречу этого выдающегося ученого и ведет с ним беседу. Он признает большие заслуги Жанна Батиста Цея, но при этом говорит, что экономистам не следует быть отвлеченными теоретиками. Они не должны служить каким-то универсальным принципам. Им следует подумать о том, чтобы лучше всего обосновать то, что делают великие правители. И лучше всего поступите вы, господин Сей, если поставите во главу принципа обоснование моей политики. Сей недвусмысленно дал понять, что он не намерен переписывать свой трактат, обосновывая дирижизм и этотизм, которые проводил Бонапарт. Из-за этого в 1803 году он лежился почти всех своих постов и вернулся в Париж только в 1813 году. Его трактаты повлияли на экономическую политику развитых стран в 19 веке. Но в краткосрочном периоде был велик соблазн согласиться на эту сделку с императором и получить соответствующий выигрыш. Но он поступил иначе. Он пожертвовал краткосрочными интересами ради долгосрочных. То есть он не пошел на то, чтобы обосновывать политику интервенционизма и сохранил свою независимость. Но как часто интеллектуалы в 19 веке, да и в 20 веке готовы были идти на согласие с властью и служить им? Дебуа Раймон в свое время, в последний третий 19 века, говорил о том, что ученые являются интеллектуальными телохранителями дома Гогенцоллернов. И в конечном итоге должны заниматься ничем иным, как обоснованием их политики. Хайдеггер мечтал быть философом фюрера. Многие мечтали быть экономистами фюрера уже в 20 веке. Но выбор Сея становится актуальным в каждый момент времени. И для каждого интеллектуала в каждый момент времени становится актуальным вопрос. Пойти ли на сделку с властью и получить краткосрочный выигрыш за счет обоснования той политики, которая творится. Или следовать своим принципам. Но вследствие этого получить временное забвение, за которым следует гораздо больший успех. Я не зря выбрал вот эту ситуацию, этот паттерн, который в дальнейшем повторяется много-много раз в разных странах и регионах. Потому что интеллектуалы, я пытаюсь это показать в своем приобретении, играют гораздо большее значение, чем принято думать. В моем изложении, в моем исследовании вот этих вот проблем я опираюсь на три фундаментальные идеи, которые дальше и развиваю в рассмотрении вот этого исторического периода времени. Первый принцип состоит в том, что идеи имеют значение. А именно, если в головах людей существуют идеи, что за счет дирижизма и за счет национализации можно достичь всевозможных целей, то именно эти идеи и будут осуществляться на практике. То есть все изменения, которые происходят в истории, глобальные изменения, от промышленной революции до реформ Маргарет Тэтчер, были первоначально осуществлены идейно. Следовательно, очень важно уделять внимание тому, какая идеология предшествует тем или иным событиям. Сразу скажу, что под идеологией я имею в виду вовсе не какие-то отвлеченные высокие материи, а представления о существующих средствах. Второе, это то, что при анализе исторических событий, в частности происходящих в Великобритании и США, очень важно опираться на последовательную аналогичную экономическую теорию. Я стараюсь по мере возможности анализировать это событие в том направлении, которое называется мезосианством. То есть современная австрийская экономическая школа, пытающаяся показать, каким образом экономическую теорию вместе с особой процедурой понимания можно использовать для выяснения причинно-следственных связей. Что здесь имеет значение? В моем припринте вынесены для обсуждения 10 пунктов, которые я хотел бы сейчас вкратце описать, потому что именно их мы и будем обсуждать во второй части сегодняшнего мероприятия. Первый пункт состоит в том, что развитые страны, то есть страны наиболее богатые, проводят ту политику, которая соответствует ее идеологии. То, что лидеры страны, например, Великобритании в 19 веке отменили хлебные законы, было результатом большой работы в том числе и экономистов. От Ричарда Кантильона и Жака Тюрго до Фредерика Бастиа и Жанна Батиста Сея. То есть не было бы понимания того, что может быть альтернатива выбранному пути, не было бы очевидно и самих действий. Причем средства для решения различных проблем, конечно же, политики должны брать откуда-то. И чаще всего они берут у профессиональных исследователей, то есть у интеллектуалов. Именно они обеспечивают правителей определенной идеологии. Причем эффективная идеология, то есть эффективный принцип приводит к росту благосостояния, а неэффективные к спаду и к разложению общества. Идеология, которая предшествовала промышленной революции, это идеология ЛСФР, минимального вмешательства государства, свободных рынков и конкуренции. Этой идеологии, как исторического факта по существу, не было до этого периода времени или была, но в зачаточном виде. Так как эта идеология позволила сформировать некую доктрину, то в дальнейшем она и осуществлялась, в частности, в Великобритании, а в дальнейшем в Штатах и в других странах. Но, хотя идеология свободного рынка и привела страны к современности, тем не менее, по мере движения к этому благосостоянию, часть интеллектуалов испытывает неудовлетворение от того, что они не занимают в этом новом прекрасном мире достойного, как они полагают, места. Чувство зависти и фрустрации, связанное с тем, что они не достигают в этом обществе успеха и не пользуются соответствующим спросом, порождает определенную идеологию. Идеологию этатизма или перераспределения. Когда вы стремитесь не к тому, чтобы достичь успеха в результате конкуренции, а к тому, чтобы морально обязать успешного кормить и обеспечивать вас. То есть, это вот то, что Айн Рен называла моральным каннибализмом. Стремление приписать тем, кто успешен, моральный изъян и под это дело перераспределить в свою пользу благосостояние. Причем эта идеология, она исторически стала возникать, наверное, в последние трети XIX века и большую роль здесь сыграли немецкие интеллектуалы, распространившие свои идеи, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Многие американские экономисты ездили в Германию учиться и возвращались с идеями прогрессивной эры государственного регулирования, прогрессивного налога, центрального банка и так далее. До этого ничего в Соединенных Штатах Америки подобного не было. То есть, идеология этатизма и идеология интервенционизма породила две мировые войны и другие проблемы, которые связаны с экономикой. Получается, что если последовательно реализовать принцип этатизма, то он приводит к разрушению. Но если мы проводим его частично, этот принцип, то есть мы говорим в целом о движении к свободе, но идем на ограничения в некоторых областях, то эти ограничения или этот частичный интервенционизм порождает потребность все в новых и в новых мерах регулирования. То есть, государство всеобщего благосостояния, оно само порождает новые проблемы. Соответственно, если мы частично их сохраняем, они снова возобновляются. Единственный способ это проведение политики последовательной. И вот в этом смысле развитые страны отличаются, наверное, от развивающихся тем, что у них есть генетическая память того, я в кавычках, наверное, должен это обозначить, что именно идеи свободного рынка индивидуализма породили их благосостояние. И вот когда была консервативная революция и в Штатах, и в Великобритании, она во многом была связана с тем, что и отцы-основатели в США, и философы естественного права, а также классическая экономическая теория делали возможным сохранение вот этой имплицитной конституции свободы, неявной, которая продолжает существовать все время. Соответственно, почему же развивающиеся страны так или иначе также начинают эту политику проводить? Просто потому что возникает неравенство между доходами успешных стран и неуспешным. И просто для того, чтобы обеспечить сокращение этого разрыва, приходится перенимать те институты, которые и обеспечивают этот прогресс. Схематично это выглядит в виде следующей простой схемы. Либеральные идеи порождают политику развитых стран, вполне конкретную, политику дерегулирования. Этот успех, вызванный дерегулированием, приводит к подражанию развивающимися странами. Но важно учитывать, что на каждом этапе вот эта стрелочка может и изменить направление. То есть само по себе увеличение благосостояния вовсе не гарантирует того, что интеллектуалы это благосостояние признают необходимым. Чаще всего они полагают, что единственное средство это ограничить жадность и безграничный интерес тех или иных субъектов. То есть исторически динамика выглядит именно таким образом. А вот что касается социальных акторов или участников этого процесса, я бы здесь воспользовался классификацией, которую предложил Айн Рент уже после своих художественных произведений. То есть в тот период, когда она писала философские работы, посвященные объективизму. Она разделяла, условно говоря, общество на четыре группы. Это атилы, то есть те субъекты хозяйственной или прочей деятельности, которые силовым образом перераспределяют богатство тех, кто его создает. По-нашему это бы сказали силовики. Но у Айн Рент была несколько иная терминология, и она называет всех тех, кто кормится от талантов, способных людей, атилами. Но атилы, конечно же, всегда в меньшинстве. И они не могут все общество контролировать. Для того, чтобы обеспечивать этот контроль, атилы нуждаются в шаманах. То есть в интеллектуалах, которые бы сохранили определенный, совершенно уникальный их статус в обществе. То есть благословили бы их на эту деятельность, по перераспределению. Если все оставить только один на один, то есть если оставить атил на один на один с атлантами, то есть теми, кто создает непосредственно благосостояние и создает некие реальные ценности, то понятно, что все равно атилы в меньшинстве. Зато совершенно особую роль здесь играют шаманы. Именно они внушают обществу, чаще всего это то, что Айн Рент называет шлак. То есть те люди, которым, в общем-то, все равно. И их идеология формируется шаманами, которые служат правителю. То есть получается вот такая примерно схема. Во главе вот этого общества, где атилы играют большую роль, стоят именно те, кто перераспределяет богатство в свою пользу. Особую роль в том, чтобы большинство людей признало необходимым насилие, играют интеллектуалы. Именно они, обосновывая перераспределение богатства, моральный грех накопления, делают необходимым вот подобного рода подход. И очевидно, что и лорд Кейнс, и ему последователи в 20 веке, сторонники социализма, сыграли вполне определенную роль в обосновании власти атилы. И вовсе не защищали атлантов, которые создают реальные ценности. Вот именно таким подходом я и буду пользоваться при рассмотрении исторических событий, как и в последние десятилетия, так и в целом. Вот эти периоды истории и возвышения городов Северной Италии, промышленная революция и эпоха прогрессивизма, welfare state, консервативная революция и тот откат, который мы наблюдаем сейчас, как мне кажется, могут быть корректно объяснены, если мы будем видеть, что в основе этих изменений лежала революция в идеологиях. А что касается возвышения городов Северной Италии, то вот в частности у Энгаса Мэдисона хорошо показано, каким образом эти города увеличили свое благосостояние примерно с 600 долларов на душу населения до 1100. Это был самый большой уровень благосостояния. В дальнейшем, правда, удвоить ВВП удалось только за 400 лет, то есть только к 1900 году. Надо сказать, что я бы не стал вдаваться именно в исторические нюансы, связанные с возвышением этих городов, но что особенно важно, это то, что в этот период времени происходит определенное изменение идеологии, относящиеся к торговле и к прибыли. А именно, очень важная доктрина, догма каролинского, идущая, соответственно, от предыдущих веков, состояла в том, что прибыль это что-то нечестивое. Было соответствующее понятие, которое и использовалось в латыни для обоснования греховности извлечения прибыли. А также мы знаем, что в средние века был запрет на извлечение процента. В то же самое время в католических странах происходит определенное изменение. Вот это неправильно было бы утверждать, что именно в протестантских странах происходит рождение экономической теории. Так чаще всего говорится в связи с именами Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милли и так далее. На самом деле предшественниками современной экономической теории являются представители Саламановской школы, и уже в XIII веке мы можем найти в частности работы кардинала Хостенсиса, который написал работу, где целых 13 сделано исключений, когда процент допустим. То есть если посмотреть на изменение концепции взимания процента и получения прибыли, то католическая мысль, теология, также двигалась в том направлении, к которому пришел и Карвин. То есть разрешение взимания процента. И один из пунктов, когда разрешено взимать проценты, это когда у одной из сторон есть упущенная выгода. Соответственно, если есть упущенная выгода, то вполне разумно вводить процент практически всегда. Поэтому, как мне представляется, если копнуть, то идеология изменялась и в этот период времени, и если бы не было этих изменений, то промышленность и торговля вряд ли бы стали развиваться так активно. Хотя и исторические события здесь тоже имеют значение. Не секрет, что промышленная революция основывалась на идеях, как раз связанных с манчестерской школой, с манчестеризмом и со свободной торговлей, которая и породила соответствующий рост благосостояния. В то время как прогрессивная эра, которая может быть отчитана от времен Теодора Рузвельта, была связана с интеллектуалами-этатистами. И несмотря на крушение экономики и общества в период Первой и Второй мировых войн, после Второй мировой войны возрождается эта идеология в виде государства всеобщего благосостояния. Так чаще всего переводят термин «welfare state». И уже следующие изменения, связанные с консервативной революцией, так или иначе готовились определенными интеллектуалами. Тот же самый Хаек, Кит Джозеф и другие сформировали идеологию, которую придерживалась в дальнейшем Маргарет Тэтчер. Что же касается отката, то очевидно, что он во многом связан с возрождением кинсианских идей. Но говоря о двух наиболее важных персоналях, в том числе о Рональде и Рейгане, я хотел бы привести несколько таких стандартных клише. А именно, в отношении Рональда Рейгана принято считать, и это цитата одного из студентов высшей школы экономики, правда, когда это назывался государственный инвестицион, это было 10 лет назад, когда не стало Рейгана. И студент пламенно писал, что именно Рейган породил новый мир, именно он ввел идеологию ЛСФР, именно с него начинается глобализация и полная экономическая свобода. Я не цитирую все в целом, я только выделяю жирным шрифтом то, что сказал студент. Но часто бывает студент скажет глупость, а профессор за этим студента повторяет. Но я здесь хотел бы привести цитату не профессора, а уже уважаемого редактора и одного из авторов газеты «Ведомости», которая утверждает, что в 1980-е годы были заложены мины, разорвавшиеся в 2008 году. А что означают эти мины? И тетчеризм, и рейгономика привели к неравенству, потому что и Рейган, и Тетчер проводили политику абсолютно нерегулируемого рынка. Вот такова позиция даже либерального издательства «Ведомости». Но еще один интеллектуал Фрэнсис Фукуяма прямо признает, да, последний кризис это конец рейганизма, так он называет эту эпоху. И причина состоит в том, что, во-первых, была идея, что нужны низкие налоги при Рейгане, я об этом еще скажу, и то, что нужно дорегулировать финансовые рынки. Давайте начнем с Великобритании. Что по факту было и чего не было? Нужно разобраться с действительными событиями. С 1945 года, за, в общем-то, редкими исключениями, поступательно шла идеология государства всеобщего благосостояния. Welfare state. Что она означала? Это означает, что государство обеспечивает защиту всем гражданам от нужды, невежества, болезни, нищеты и праздности. Не слишком ли лихо? Получается, что практически все проблемы, которые существуют у человечества, я даже не знаю, какие еще можно придумать, кроме нужды, невежества, болезни, нищеты и праздности. И государство все их должно решать. Пожалуй, останется только проблема бессмертия. Многие социалисты утверждали в XIX веке, что при социализме человек станет бессмертным. Были такие утописты-социалисты. То, что касается этой формулы, это возможно только в том мире, где нет ограниченности ресурсов. Де-факто обеспечить все это совершенно невозможно. Давайте вкратце проанализируем те события, которые следовали за политикой лейбористов весь этот период времени. В 1961 году, то есть еще когда политика лейбористов начиналась, Англия уже сколотилась до 9 места и занимала его после Германии. Уже к 1976 году она занимала 18 место после Новой Зеландии. Рост цен в 1969 году был 15%, в то время как в 1975 году он составил 27%. Такой инфляции у нас не было в стране, наверное, с 90-х годов, с начала нулевых. А это страна, которая является образцом либерализма. Забастовки, которые были так распространены в Великобритании в 1969 году, привели к потерям в часах больше, чем вся шестерка европейская. 3 ноября 1972 года либеральная свободная экономика лейбористов вводит замораживание цен и заработной платы. Понятно, что политика лейбористов, нацеленная на защиту профсоюзов, это в том числе и борьба с штрейкбрекерами. Если появляется какой-то конкурент, который лучше других предлагает некие услуги, вот здесь Дед Мороз появляется, который хочет предложить свои услуги в следующем году, но он не имеет права это делать, потому что в соответствии с принципами профсоюзов он должен быть, скажем, членом профсоюзов. И всякий, кто желает найти работу, должен платить соответствующие взносы, хотя у них могут и отсутствовать эти взносы. В период с 1973 года по 1979 года производительность в ЕС выросла на 30%, в то время как в Европе всего лишь на 6,3%. А одна тонна стали на British Steel стоила в два раза дороже континентальной. То есть, опять же, роль профсоюзов была очень велика. Причем борьба доходила вплоть до кровавых столкновений. Штрейкбрекеров не любили больше всего. В 1985 году два шахтера убили таксиста, который возил на работу людей в шахты. Столкновение лейбористов с штрейкбрекерами, то есть профсоюзов, да, с штрейкбрекерами, приводило к серьезным расправам. Специально были созданы автобусы, которые возили людей домой. Но именно и там их тоже доставали и запугивали тем, что если они согласятся на работу, они, соответственно, об этом пожалеют. Поэтому политика лейбористов была более чем такой вот социалистической. Надо сказать, что пятым пунктом программы лейбористов была социализация средств производства. И отличие лейбористской партии от большевиков состояло исключительно в том, что они полагали необходимым входить в социализм постепенно. Большевики требовали революции, а они в Англии хотели построить социализм с человеческим, с английским, с аристократическим лицом. Но это далеко не всегда получалось. Те шахты, которые защищали лейбористы, были поголовно убыточными. 75% шахт были убыточными. А водитель такси должен был платить 83% выручки. Причем предельная ставка, я посмотрел, сколько это по деньгам получается, сумма в нынешних больше 200 тысяч рублей. То есть заработал 200 тысяч рублей и больше. 83%, то есть 163 тысячи из 200, будь добр, отдать государству всеобщего благосостояния. То есть, опять же, предельная ставка по доходу налога была очень большой. Настолько было все плохо, что приходилось отключать электричество и прекращать вещание телевидения после 22.30. Ну и, наконец, вводились талоны на снабжение топливом и горючим. Мне кажется, одним из таких ярких примеров, о котором я должен сказать, он, правда, выглядит комично, но на самом деле имеет символический такой вид, как происходила замена водонагревателя в период как раз процветания государства всеобщего благосостояния. Чтобы добиться замены сломанного водонагревателя, несчастный подданный Ее Величества, должен был сначала обратиться к властям с соответствующей просьбой, точно указав обнаруженные неполадки, дождаться визита эксперта, посланного службой снабжения, и только после этого, получив разрешение на заказ нового прибора, он мог сделать этот заказ, вызовав сантехника. Средняя продолжительность этой процедуры составляла около полугода. Это то, что касается Великобритании. Мы знаем, каким колоссальным последствиям это привело с точки зрения даже визуально главных улиц Лондона. Это одна из центральных площадей, забросанная мусором. И, в общем-то, у Великобритании все были шансы оказаться, как говорила сама Маргарет Тэтчер, на свалке истории. А вот это один из результатов деятельности профсоюзов. Опять же, забастовка, которая привела к разрушению имущества и к убийству людей. На одной из таких забастовок погибло 5 человек. Так что потери от забастовок были не только экономические, но и личностные. Погибли такие люди, как тот же самый таксист в 1985 году, совершенно не имеющий никакого отношения к профсоюзам. Он просто перевозил людей на работу, и шахтеры его, соответственно, уничтожили. Какие были пункты программы, предложенные Маргарет Тэтчер, для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом исправить? Всего было 5 пунктов. Я вкратце покажу, достигли они успеха в этой области или нет. Самое важное, это, конечно, приватизация, сокращение расходов и налогов, дерегулирование, свободная торговля и борьба с инфляцией. Обратите внимание на этот слайд, на котором изображены красивые картинки с брендами наиболее известных английских компаний. Сейчас это бренды, стоящие миллиарды фунтов стерлингов. В свое время все эти компании были убыточными и получали из бюджета деньги для того, чтобы влачить жалкое существование. British Steel, компания, которая была приватизирована при Маргарет Тэтчер в конце 70-х годов, ежегодно приносила в казну 500 миллионов фунтов стерлингов убытка. А в конце 80-х она стала одной из самых прибыльных компаний в своей отрасли и самой прибыльной в мире. British Airways сейчас это опять же символ качества, в то время как в конце 70-х годов это была убыточная компания, приносящая каждый год 140 миллионов фунтов стерлингов убытков. Человек, который возглавил ее, был сэр Джон Кинг. В дальнейшем он получил титул лорда. Его еще называли любимым бизнесменом госпожи Тэтчер, потому что он смог обеспечить этой компанией в 1987 году прибыли в размере 268 миллионов фунтов стерлингов. И когда эта компания стала полностью частной, она продолжила свое успешное шествие. Вот British Airways это интересный пример того, когда государство готовит к приватизации компанию, назначает, как говорят, эффективного менеджера, и он обеспечивает исправление ситуации за счет сокращения издержек. То же самое касается и такой компании, как British Telecom. Сейчас эта компания представлена в 170 странах мира и является одной из таких ярких примеров успешного движения в области демократичного капитализма. Часто говорят о том, что благодаря реформам Тэтчер количество акционеров в Великобритании увеличилось с 2,5 миллионов человек до 10 миллионов. Четыре раза. В том числе благодаря приватизации British Telecom, British Petroleum, Rolls-Royce, Jaguar. Это все компании, которые были приватизированы в 80-е годы. Почти у всех этих компаний оказались более чем успешные результаты. Всего было приватизировано 29 компаний, и в результате государство получило десятки миллиардов долларов от этой приватизации. И кроме того, сделало эти компании эффективными. Некоторые компании были проданы, остались бренды. Rover, например, был объявлен банкротом, хотя бренд изменился и собственники изменились. Это не означает, что сама компания по приватизации была неэффективной. Просто не все компании приватизируемые должны сохраняться в том виде, как они приватизируются. Иногда они меняют не только собственников, но и в целом из нее нельзя сделать прибыльный, и тогда она перераспределяется в другие направления. Что касается заслуг реформ Маргарет Тэтчер, я сознательно в своем выступлении сегодня ограничиваюсь только реформами. В интернете есть выступление, мое двухчасовое, где я подробно рассказываю, в том числе и про биографию Маргарет Тэтчер. Можно это найти на моем сайте. То есть мы можем признать, что именно приватизация это наиболее успешный проект, связанный с реформами Маргарет Тэтчер. Это привело к сокращению государственного сектора, к увеличению количества акционеров, созданию новых рабочих мест, появлению новых бизнесменов. И не только таких, как Джон Кинг. Вот еще один очень успешный избиратель, Джон Игон, обеспечил рост стоимости компании Ягуар с 300 миллионов фунтов стерлингов до 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. И тоже обеспечил процветание нации. То есть эти компании для бюджета ничего не давали. Их приватизация позволила сократить эти расходы, сделать эти компании эффективными, еще и получить за это соответствующие деньги. То же самое касается и сокращения количества чиновников, сокращения налогов. Но вот то, что касается денежной политики Маргарет Тэтчер, и, кстати говоря, чаще всего ее обвиняют именно в дорегулировании финансовых рынков. То есть здесь вряд ли можно согласиться с тем, что политика ее была политикой монетаризма. То есть ограничение, жесткое предложение денег. Ну вот, скажем, темп роста денежной массы в 81 году составил 18,5%. В то время как, с точки зрения теории монетаризма, это предложение должно быть гораздо меньше. Денежная масса увеличилась примерно с 10 миллиардов фунтов стерлингов за период ее правления. До 20 миллиардов, то есть в два раза. Это вовсе не 2% в год, что рекомендуется монетаризмом. И с 84 по 87 года денежная масса выросла на 78%. Мы видим, что в 80-е годы также активно понижалась базовая ставка Федерального, не Федерального резерва, а Банка Англии, который также порождает бум и крах. Если мы возьмем средний темп роста денежной массы, то мы увидим, что в 80-е годы показатель превышал средний 15%, что также нельзя назвать политикой либеральной, именно в сфере монетарной политики. Тем не менее, даже такое скромное изменение привело к тому, что инфляция сократилась в 25 с лишним процентов до приемлемого уровня в несколько процентов, а ВВП вырос значительно. Однако, успехи, связанные с приватизацией, вызвали желание ввести уже после 18 лет консервативной партии во главе Англии так называемый windfall tax, то есть налог на принесенный доход приватизации, как бы незаслуженный доход. Была идея, что люди купили акции, купили компании слишком дешево в период приватизации, и они должны поделиться с обществом своими деньгами. И страшно сказать, деньги, которые таким образом были собраны Тони Блэром, пошли на общественные работы и на социальные расходы разного рода. То есть, то, что было приватизировано, так или иначе должно было быть перераспределено в пользу тех, кто не обладает способностями. То есть, вот налог на унаследованную красоту, вы видите здесь фотографию. Если девушка получает цветы за свою красоту, она очевидно их получает. Но, если люди не очень красивые, соответственно, по справедливости она должна поделиться частью своих цветов с не очень красивым человеком, который также хотел бы получить соответствующее вознаграждение. Та же самая логика работает в отношении предпринимателя. Он получил актив, который в течение десятилетий смог сделать прибыльным, он был убыточным. Идея состояла в том, что он должен отдать эту сверхприбыль. А самая хитрая, как она считалась? Вот, послушайте, что такое справедливое налогообложение? Берутся 4 года после приватизации. Прибыль, которая получена за эти 4 года, умножается на 9. И из этого вычитается стоимость, уплаченная за эту компанию первоначально. К этой разнице применяется ставка 23%. Для того, чтобы у вас торжествовала справедливость. То есть, понятно, что сам механизм перераспределения, почему на 9, почему за 4 года, откуда ставка 23? Это просто желание, часть богатства, вот перераспределить в пользу нуждающихся. И что же, исчезло желание дальше перераспределять? Когда был кризис в 2008 году, что, как вы думаете, снова вспомнили либористы? Да, помните приватизация была при Тэтчер? О, да, мы тогда все пострадали. Давайте снова ведем еще один налог. Нам понравилось. Два раза в 1997 и 1998 году мы получили налоги от этих богатей. Но самое-то интересное, кто платил эти налоги в 1997 и 1998 годы? Компании, которые были приватизированы. То есть, кого фактически штрафовали? С кого брали эти 23%? Эти компании уже переходили не один раз в собственность. Из одного списка в другой. Тем не менее, заслуги Тэтчера остаются высокими. Второй человек, который связан с либеральными реформами в 80-е годы, это Рональд Рейган, 40-й президент Соединенных Штатов Америки. С его именем связывают также политику дерегулирования. Как известно, первоначально Рональд Рейган был по своей профессии актером. Как он говорил в дальнейшем, так как ему в какой-то момент времени не удалось сделать карьеру актера в одной сфере, он заменил эту сферу на другую. То есть, съемки в фильмах не обеспечивали ему больших успехов, и он решил заняться политикой. Родился он в семье сильно пьющего торговца, интеллектуальными особыми способностями не обладал, зато обладал харизмой, такой американской жизнерадостностью. Был очень успешным переговорщиком, и его даже противники называли выдающийся собеседник. Он отпускал такое количество шуток и анекдотов, кстати, любил и советские анекдоты рассказывать, что ему, видимо, упрощали все, даже, например, дефицит бюджета, который он смог породить. Чего стоит его ответ на вопрос одного экономиста в 1984 году? Господин Рейган, вас не беспокоит дефицит бюджета, который сформировался? Он говорит, совершенно не беспокоит, он же ведь теперь такой большой. За него можно действительно не беспокоиться. Бюджет очень велик. Образование его первоначально было социально-экономическим, но учился он крайне плохо. Когда его спросили, уже будучи президентом, что дает его президентство, он сказал, что главное преимущество состоит в том, что он может дать распоряжение ФБР о том, чтобы они засекретили его оценки в колледже. Успешности в образовании он не проявил, зато проявил в спорте. Вначале это был спорт, потом это было радио, потом это было телевидение. Причем самое интересное, что большую часть своей жизни он был сторонником нового курса и более того возглавлял профсоюз киноактеров. В дальнейшем он будет, как известно, большим противником всех возможных профсоюзов и дорегулирований, по крайней мере на слова. Поэтому действительно, когда Рональд Рейган стал разглашать свои принципы, многие поверили, что именно так и будет. Он любил выступать перед публикой, рассказывать, что произойдет в экономике с их доходами, показывал вот такие графики в соответствии с идеями Анри Ла Фера, что понижение ставки налогообложения приведет через какой-то промежуток времени к росту налоговых доходов за счет того, что будет расти налогооблагаемая база. И в целом, когда он пришел к власти в 80-м году, до этого он был дважды губернатором Калифорнии и где-то в 60-е годы полностью перевернулся, став сторонником республиканцев. До этого он был сторонником нового курса, но, как он говорит, он понял, что главная беда не в большом бизнесе, а в большом правительстве. Именно ему приближают известные слова о том, что государство не является средством решения проблем, оно само является проблемой. Именно он предложил сбросить с шеи налогоплательщиков государства. Именно он назвал Россию, советскую Россию, империей зла. В общем, он породил огромное количество таких высказываний, шуток и анекдотов, которые, видимо, хорошо запомнятся. У меня в процессе изучения биографии Рейгана возникла идея, есть ли у политологов исследование чувства юмора различных политиков и, может быть, зависимости этого чувства юмора от каких-то институциональных факторов. Потому что мне неизвестно, существуют ли такие направления. Может быть, они существуют. Когда он перешел в лагерь свободного рынка, его стали обвинять в том, что он слил ФБР всех своих бывших друзей, потому что он был никем иным, как лидером профсоюзов, он был сторонником нового курса, он переметнулся, что называется, будучи на самом верху. И стал представлять сенатора в 1964 году на выборах одного из сенаторов. Несколько раз он избирался, пытался избраться президентом, только с третьей попытки он им стал. Вот что обещал Рональд Рейган. Он обещал сокращение государственных расходов. В 1984 году сокращение настолько, что будет сбалансированный бюджет, сокращение налоговой нагрузки, возвращение к золотому стандарту. Он обещал, когда деньги будут отделены от государства. В 1980-е годы он создаст комиссию, которая будет исследовать возможность возврата США к золотому стандарту, но наполнение этой комиссии было полностью кинцианским, поэтому ответы были вполне однозначными, надо ли, не надо возвращаться. Более того, он говорил о необходимости снижения тарифов и о необходимости свободе внешней торговли. Говорится о том, что был снят контроль за ценами и уровнем заработной платы, который ввел Никсон в 70-е годы. Это так. Но сделал это вовсе не Рейган, а Джимми Картер. Вообще Рейгану везло по жизни, потому что достижения, которые пошли за результатами действия Джимми Картера, доставались Рональду Рейгану. Это же связано с освобождением заложников в посольстве в Иране в 1981 году. Стоило ему, соответственно, стать президентом, как их освободили, и лавры победителя достались ему. В марте этого же года на него было совершено покушение, и чудом он выжил. Пуля прошла недалеко от сердца, он мог вполне погибнуть. Когда он ехал на операцию в соответствующее помещение, прежде чем его ввезут в соответствующее операционное, он в шутку спросил присутствующих, все ли здесь республиканцы, господа. Нет ли здесь демократов. На что они ответили, сейчас мы все республиканцы. Опасность действительно миновала, и он оказался одним из наиболее любимых и успешных политиков в Америке. Сейчас он, наверное, номер один из президентов за последние 50 лет. У него было во всех социальных группах мужчины, женщины, богатые, бедные преобладания. Везде он всем нравился. Было только две группы, которые по той или иной причине не всегда за него голосовали. Это афроамериканцы и евреи. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее, эти две группы, у них Рейган не пользовался самой большой популярностью. Но тем не менее, обаятельный актер, который вчера стоял перед камерой в не очень удавшихся фильмах, а сегодня оказался президентом Соединенных Штатов Америки. Если Маргарет Тэтчер, будучи премьер-министром, училась в Оксфорде, и читала труды и Адама Смита, и Дэвида Юма, и Джона Стюарта Миля, то Рональд Трейган ничего этого не читал. Он знал Хаека в кратком изложении «Лидерс дайджест», там, где с картинками. Вот это изложение ему нравилось, но более глубокое не доставляло ему особого удовольствия. Опять же, если у Тэтчер была склонность к аналитическому складу ума, чего стоит название ее диплома, исследование структуры грамицидина D, она написала работу по биологии, и, соответственно, склонность к мышлению научному и, соответственно, к каким-то фактам была распространена. У Рейгана этого не было. Он даже однажды сказал, что одна рука, правая рука у меня не знает иногда, что делает она сама. В общем, человек, который любил шутить над самим собой, людям это нравилось, ему благодаря этому прощали все грехи, которые связаны с его деятельностью. Он мог прямо спросить в лоб, не стесняясь, под камеры у известных людей, почему, например, горы голубые, почему они так выглядят. И ставил в тупик своих собеседников, которые требовали объяснить. Однажды он даже задал очень правильный вопрос. Он общался с Полом Волкером, главой Федеральной резервной системы, и в какой-то момент спросил, а вообще зачем нужен Федеральный резерв? После чего Пол Волкер минуту не мог прийти в себя и ответить ему на этот вопрос. Почему голубые горы, это еще можно объяснить, а почему существует ФРС, объяснить он не мог. В это нужно верить просто. Это единственный ответ. На выборах 80-х годов Рейган порождал огромное количество вот этих запоминающихся высказываний, как он объяснял людям экономические проблемы. Что такое рецессия? Это когда ваш сосед теряет работу. Что такое депрессия? Это когда вы теряете работу. А что такое восстановление? Когда Джимми Картер теряет работу. Соответственно, это все нравилось людям, нравились его актерские способности, и вроде бы как его действия действительно были более-менее соответствующими его словам. То есть, например, была сокращена инфляция, ставка была поднята до 20%, опять же, не им, а предшественникам Джимми Картера. Он же воспользовался некоторыми плодами всех этих вещей. Безработица первоначально в 80-е годы скакнула до определенного уровня, а потом сократилась и ниже. Часто говорят о том, что Рейган прежде всего снизил налоговую нагрузку. То есть, с 70% предельная ставка была снижена до 50%, а потом до 28%. Но давайте поговорим о том, действительно ли его политика была политикой дорегулирования. В 80-м году федеральные расходы при Картере были 21% в НП. А при Рейгане сколько составили? 24,3%. То есть, они выросли. Если брать по факту, чтобы не говорили политики, часто наблюдается прямо противоположное. Да, он говорит о сокращении федерального правительства, о дорегулировании. Де-факто происходит увеличение федеральных расходов. Дефицит бюджета, который он обещал в 84-м году, как вы помните, уничтожить, оказался в величину 2,6 триллионов долларов. Колоссальная величина. Говорят о том, что Рейган снизил налоги. Это так. Но при этом изменилась система налогообложения. И он вводил разного рода сборы. Например, социальный налог при нем увеличился с 30 до 35%. Он пользовался разными эфемизмами для того, чтобы спрятать рост налогообложения. Де-факто экономические исследования показывают, что 40% налогоплательщиков страны в результате этих изменений, Рейгана, стали платить больше. Почему? Во-первых, увеличились социальные взносы различного рода. Первое, что произошло. Второе, инфляция надувала доходы и выбрасывала людей в более высокие уровни налогообложения. То есть, налоговая нагрузка стала расти. Соответственно, хоть он и обещал отменить ценовое регулирование на рынке газа, он это не выполнил. Цены на газ регулировались. И департамент энергетики также все это осуществлял. В 1987 году, когда произошел кризис, Рональд Рейган вовсе не отреагировал в стиле политики ЛСФР. Была уменьшена процентная ставка, увеличена денежная масса, причем прилично. И были даже заведены уголовные дела на несколько трейдеров. То есть, опять же, нельзя назвать эту политику дорегулированием. Что делал Рейган в сельском хозяйстве? Увеличивал дотации, субсидии и ценовое регулирование. Даже его сторонники признавали, что нормы регулирования становятся все больше и больше. Он самый большой сторонник защиты собственного производителя за последние 50 лет. Вот какая была реакция на кризис 1987 года? Понижение процентной ставки, увеличение денежной массы. Вот в частности, говорится о том, что Рейган проводил политику монетаризма. В 1979 году Джимми Картер увеличение денежной массы на 7,5%. Это неправильная политика, с ней надо бороться. А вот его правильная политика. С 1980 по 1987 темпы составляли 8,9%. То есть, больше, а не меньше. За период Рональда Рейгана, человека, который связан с дорегулированием, количество чиновников выросло на 230 тысяч. До 300 миллионов. Но можно продолжать смеяться и дальше. И отпускать шутки о том, как все прекрасно. Хотя в реальности мы видим, что количество чиновников возрастало. Самое интересное, это протекционизм Рейгана. Сторонник свободной экономики, цитирующий Бастиа и Смита, сделал следующее. Ограничил импорт из Японии на определенные виды продукции на автомобили. Вел квоты на импорт сахара. Усилил регулирование текстиля и одежды. Обязал 18 стран принять добровольное экспортное опорничение. Вел 45% пошлину на японские мотоциклы. Можно перечислять. Вот здесь все эти виды регулирования. Но вот, что он сказал относительно своей политики свободной торговли. Рейган ввел 100% пошлину на отдельные виды японской продукции. Кавычки, дальше цитата его. В целях обеспечения соблюдения принципов свободной и справедливой торговли. На заднем фоне, как моральный авторитет Фредерик Бастиа, который бы увидел в этом высшей степени софизм. Человек, цитирующий Бастиа своей предвыборной кампанией, запрещает свободную торговлю во имя свободной торговли. То есть политика протекционизма также была существенной для этого политика. Дефицит бюджета был самым большим в истории Соединенных Штатов Америки. Вне военный период. И в дальнейшем этот дефицит вырос при Обаме еще больше. Часто говорят, надо противопоставить Рейганомику Обамономике. Что Обама это вот такой вот социалист, а Рейган это такой вот либерал. Но если выяснить в деталях, как все это выглядело, то и фискальная политика была этатистской. Расходная часть выросла до 22,4%. До него она была, и в целом во все эти периоды, она была меньше. Посмотрите на долю государственных расходов в Британии и в США в период реформ. Да, в Британии Маргарет Тэтчер удалось эту тенденцию остановить. С 43% до 34% сократилась доля государства. А при Рейгане с 31% до 33% вырос этот показатель. И это человек, который дерегулировал американскую экономику. Который повинен в кризисе 2008 года, потому что проводил политику либерализации. А вот что касается инфляции. Посмотрите, он боролся с ней. Он так активно боролся, что вообще, честно говоря, не видно его борьба. Абсолютно не видно. Достижение Рейгана в том, что он победил инфляцию. Несколько графиков я здесь пропущу, связанных с процентными ставками и с неравенством. А неравенство во многом было связано именно с налогообложением. Он понизил налоги на богатых, но фактически увеличил налогообложение в цел. За счет различных норм регулирования. Вот неравенство тоже начинает активно расти с того периода времени, когда он вошел в кабинет. Ну и, наконец, самый показательный график. Федеральные расходы и федеральные доходы при Рейгане. Был ли хоть один год, когда государственные расходы сокращались? Вот верхний график, это федеральные расходы. С 700 миллиардов он увеличил до 1,2. Почти на 60-70% увеличились расходы. Единственный период, один год, когда незначительно на 18 миллиардов сократились доходы за счет понижения налоговых ставок. В дальнейшем все это продолжило расти. Так что говорить о том, что в период 80-х годов была эпоха дорегулирования, вряд ли будет корректным. Если взять в целом долгосрочный тренд государства всеобщего благосостояния, вот виден также период Рейгана. Вот это доля государственных расходов ВВП США, начиная с начала 20-го века и заканчивая 2010-м годом. Мы видим неуклонный тренд, неизменный тренд увеличения доли государственных расходов. Вот это две мировые войны и несмотря на то, что Рейган провозглашал риторику свободных рынков, де-факто его действия были не просто лишь словами, но дело прямо противоположное. Может быть у меня есть такое объяснение, если Маргарет Тэтчер Хаеку прочитала полностью и проводила реформы более последовательно, то если прочитать в Reader's Digest и браться после актерской карьеры за соответствующие дела, может получиться черт знает что. Вывод у меня такой напрашивается в результате рассмотрения всех этих проблем, что если мы введем минимальные требования к тому, что называется прорыночным изменением хозяйства, то это требует сокращения налогов, сокращения расходов и сокращения инфляционной эмиссии. Можно ли сказать, что Рейган проводил политику сокращения расходов, сокращения налогов, сокращения инфляции? Нет. Что касается Тэтчер, у нее политика была противоречивой. Налоги она какие-то понижала, например, подоходные, зато НДС увеличила. И социальными расходами тоже не все просто. Но что несомненно является ее заслугой, это приватизация. То есть те компании, которые были приватизированы, они до сих пор функционируют как часть рыночного механизма. И несмотря на все эти win-fall-tex, все это продолжается. А завершить сегодняшнее выступление я хотел бы словами моего коллеги из Англии. Словами Марка Пеннингтона, он является одним из сотрудников, кажется, института Адама Смита в Англии. И, кроме того, его работа написана под влиянием идеи Хайека. Он пишет о том, что последний кризис 2008 года предоставил тем, кто хотел бы обратить вспять тенденцию к либерализации, новые возможности для распространения нарратива, выдвигающего требования массированного наращивания власти государства. Сможет ли классический либерализм выдержать шторм, бушующий ныне в политической атмосфере, и воспользоваться будущими возможностями для реформирования, которые будут открываться по мере того, как противоречия социал-демократии будут становиться все более очевидными? Зависит от ясности и продуманности его ответов на господствующие сегодня мнения. Задачей настоящей книги, я думаю, что и сегодняшней лекции, было не определить, где, как и когда может установиться классический либерализм, а бросить вызов тем стихиям общественного климата, которые тянут в направлении все более нелиберального будущего. Мы еще можем увидеть, как из нынешней разрухи возродится классический либерализм, как политическая сила. Но предсказание того, где и как это произойдет, выходит за рамки и пределы возможностей классического либерала, который пишет эти строки или который выступает сейчас. Это означает, что раунд спора, который был начат давно еще между Кейнсом и Хайком, и который был возобновлен в последний кризис, не закончен. Вечный вопрос свободы и принуждения остается актуальным. И, конечно же, порождать новый этап дискуссии необходимо, в том числе, такими работами, как работы Марка Пеннингтона. И, надеюсь, сегодняшняя лекция также прольет свет на понимание того, действительно ли все реформы, которые называются либеральными, были таковыми. И они ответственны за те проблемы, которые у нас есть сейчас. Спасибо. Спасибо.